Перейдем к новостям спорта. В областном центре встретили участников и призеров этапа Кубка Мира по скандинавской ходьбе, который проходил 30 июля в городе Алматы, где приняли участие более 200 спортсменов из 10 стран мира. В Усть-Каменогорск из Алматы вернулись участники и призеры этапа Кубка Мира по скандинавской ходьбе. В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастных категорий. В состав команды из областного центра вошли 15 человек. Бронзовыми призерами в дистанции на 10 километров стали Абилхаир Иманбеков и Сейдкалитун Гатаров. Были по возрастным группам от 2018 до 31 года один возраст, потом с 31 до 40, 40, 50, 50, 60, 67, 70, 80. То есть были мужские эссакеты, женские, то есть по самим категориям. Но среди 80 человек, которые мы финишировали на 10 километров, я в общем зачете прошел 17, но в своем возрастном группе, которым от 60 до 70, я прошел третьим. Состязание проходило под покровительством Международной Федерации скандинавской ходьбы. Это второй этап чемпионата. Первый проходил в Италии, следующие будут в Варшаве, Словении и Марокко. Все получили очень хороший для себя заряд бодрости, все получили медали, все у нас молодцы, но мужественно преодолевали свои дистанции. Дистанция была на 5 километров, я участвовал на 10 километров и еще была дистанция на 21 километр. Все участники команды из Усть-Каменогорска прошли достойно своей дистанции и получили памятные медали. В целях развития скандинавской ходьбы в областном центре осенью этого года будет организован открытый марафон. В дальнейшем по этому виду планируется провести 3 сентября в честь День города общий городской открытый марафон по скандинавской ходьбе. Привлечем все возраста среди женщин, среди мужчин. А также планируется провести 3 сентября тот же день 21 километр. Усть-Каменый марафон открытый по всем возрастам. Приглашаем всех на участие и пример ветеранов всем подрастающим поколениям. Стоит отметить, в областном центре работает пять инструкторов по скандинавской ходьбе. Развитие этого вида спорта достигло хороших показателей. Сегодня увеличивается численность спортсменов и улучшается методика проведения занятий. Это не просто так ходьба. Ходьба это такая полезная, потому что задействует 90% мышц. Наша первая очередь, конечно, мы когда привлекаем людей, когда мы приглашаем именно заняться этим видом фитнеса, то в первую очередь мы, конечно, хотим, чтобы люди приобщились к здоровому образу жизни. С каждым годом данный массовый и доступный вид спорта становится все популярнее. Спортсмены продолжают свои регулярные занятия и приглашают присоединиться всех желающих.